Приветствую рыбаки на кухне канала Афишинг. Сегодня мы приготовим самый простой и доступный спотмикс. Состоять он будет из четырех основных ингредиентов. Это все зерновые культуры, которыми всегда пользуются местные рыбаки на том или ином водоеме. То есть рыба к ним привыкла, не боится, любит их. Так, вот это моя красота. Замачиваю это все дело вместе около 12 часов. Итак, наши ингредиенты. Кукуруза, пшеница и круглый грох, не лущенный. К этим трем ингредиентам рыба привыкла. Пользуюсь, в принципе, с прогревом воды постоянно, когда нужно отсеять мелкую рыбу. И один из главных компонентов, это конопля. Безусловно, все вы знаете, что коноплю рыба любит, обожает. Она способствует пищеварению, возбуждает аппетит у рыбы. В прошлом году без конопли я практически на рыбалку не выезжал. Без зерен конопли. Попрошу не путать. Итак, замачиваем эту всю красоту на 12 часов, плюс-минус час. Читал на разнообразных форумах, что люди замачивают там 3 дня, что-то 4 дня пишут. Не знаю, как это получается, потому что эти все ингредиенты, возможно, по отдельности, можно замачивать это все дело. Но, таким образом, как я, если более 12, там 14, 15 и больше часов, просто киснет это все дело. Иногда даже покрывается плесенью. Чего, конечно, мы допустить не можем. Итак, ингредиенты замочены. Еще раз повторюсь, 12 часов. Сейчас ставим вариться. До кипения я довожу это все дело на большом огне. Периодически помешиваю. Потому как горох, в особенности, очень любит прилипать к днище емкости в данной ситуации кастрюля. Никакой соли, сахара я не сыплю. Достаточно полезных веществ в тех компонентах, которые я сюда добавляю. Когда наш супчик закипел, огонь следует убавить. Пенку, по желанию, можно снимать, можно нет. Я не снимаю. Мне просто лень, если честно. Ничего плохого в пенке не вижу. И вот когда эта красота кипит, сигналом для выключения нам послужит конопля. Вернее, зерна конопли. Обычно это около 10 минут. И в этот промежуток времени желательно уже находиться возле плиты и помешивать. Чтобы не пригорело. Зернышки конопли должны раскрыться и появится росточек. Вот я вижу уже, что некоторые зерна раскрываются. Конопля перебивает запах гороха, кукурузы. Идет просто насыщенный аромат конопли. Большинство зерен раскрылось. Можно отключать. И накрываем крышечкой. Оставляем охлаждаться естественным путем. Прошло около 5 часов. Зерновая смесь почти остыла. Чуть-чуть тепленькая еще. Зернышки допили почти всю водичку. Такая красота получилась. По сути, друзья мои, сподмикс уже готов. Его уже можно использовать, прикармливать точку. Благодаря зернам конопли насыщенный аромат. Также зерна конопли действуют как естественный аттрактант и активатор клева. Сейчас я отберу целые красивые зернышки. И дополнительно их продипую. Это я буду использовать уже в качестве насадки. Чем кормим, тем и ловим. Также и прямо из основного сподмикса буду использовать зерна. Таким сподмиксом можно прикармливать не только на стоячей воде. Также в кормушке вместе с сыпухой на течении. Я в основном использую его на платниках. Наши платники, на которых я часто бываю, в большинстве случаев не радуют наличием мелкой рыбы всевозможной. Платвы, красноперки, мелкокарасика и так далее. То есть сыпуху разметают в моменте практически. Единственное, что я хотел бы попробовать, это отбить мелочь, попробовать рыбным запахом. Возможно, у вас есть какие-то другие идеи. Пожалуйста, в комментариях не стесняйтесь. Советуйте. Я отобрал красивые целые зернышки. Руки стали маслянистыми. Это говорит о том, что тонопля качественная. Упустила масло. Запах конопли на всю квартиру. Думаю, рыбе понравится. Так, есть у меня на сегодняшний день, чем я хочу заправить свою наживку. Это дипы, мед и чеснок. На водоеме, на который я целюсь, есть карась. Несомненно, карась любит чеснок. И карп, линь. Сладкий медовый дип. Это не простой, банальный дипчик. Одеколон, который продают неответственные производители в виде спрея. Здесь много всевозможных также полезностей, аминокислот и так далее. Я не буду вдаваться в подробности состава. Главное, что это полезно и вкусно для рыбы. Так, по пару капелек. Запах, красота. Перемешаем. 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 Что это, мама? Попробуем. Попробуем. и оставим напитываться завтра на рыбалочку до рыбалки часов 8-10 раз отлично напитается далее в таком ведре я храню свой спорт микс удобно плотно закрывается не надо бояться многие пишут запах из него присутствует он еще что-то хорошо вымыто вымочено никакого запаха нет пользуюсь уже не первый год таким спорт миксом уже можно прикармливать рыбу можно брать отдельные зернышки использовать как насадку но я его хочу еще улучшить еще более чтобы он привлекал рыбу в точку ловли и для этого у меня есть секретный ингредиент на самом деле я шучу друзья никаких секретов нету это csl corn step ликер от компании брейн по ликеру смотрите чтобы вам не продали банальный сахарный сироп подкрашенный покупайте ликер вещь не дешевая у компании которые доверяете этот ликер чик сделают нас тут микс еще более привлекательным также более будет возбуждать аппетит у рыбы и способствует пищеварение также насыщен всеми полезностями я туда не лезу на него рыба подходит ловится и этом недостаточно красота неописуемая ну хватит удовольствие не дешевая как тем не менее эффективно плотно закрываем все это дело перемешиваем и мы готовы к рыбалке не забывайте подписываться до встречи на канале афишинг и и Субтитры сделал DimaTorzok